От специальных очков, которые помогут расслабиться глазам, до интерактивной панели цветного дождя, дающей возможность получить тактильные ощущения, которых так не хватает детям. Комната-сказка, так ее еще называют в детском доме. В сенсорной комнате специально оборудованная среда, которая помогает детям снять нервное напряжение, отдохнуть и расслабиться, а также получить необходимую психологическую помощь. Лиля, сейчас я тебе одеваю очки, глазки закрываешь. Теперь такая комната есть и в Краснокамском детском доме. Воспитатели уже освоились с оборудованием и в комнате есть первые посетители. Лиля и Влад решили опробовать сразу несколько комплексов. Интерактивную песочницу, водную кровать и комплекс лингвостин. Ребята делятся первыми впечатлениями. Спокойно, так расслабляешься, так лежишь. Ну, нравится. Задумываешься, столько мыслей, такая тишина. Комната была открыта в рамках проекта «Счастливое детство» Западноуральского банка Сбербанка России. Его председатель Кирилл Алтухов после осмотра сенсорной комнаты сделал еще один подарок. Библиотеку детской и юношеской литературы. Это часть вообще нашей работы. Если посмотреть, в чем смысл существования крупнейших организаций, крупнейших институтов государственных, это не только получение дохода, но и трансформация этого дохода в благие и хорошие дела. В данном случае мы говорим о нашем проекте «Счастливое детство». И, в принципе, часть, это не секрет, мы делаем большую работу для детей. В каждом регионе, где мы находимся, в каждом населенном пункте, где мы работаем, мы часть наших средств отдаем помощь детям, воспитанникам. В рамках проекта Сбербанк оказывает поддержку в приобретении необходимого оборудования и проведении различных мероприятий в детских домах. А волонтеры банка берут над ними шефство. У Западноуральского банка ряд подшерстных заведений, где мы с коллегами участвуем, помимо материального участия, еще и добрыми делами, личным присутствием, проводим совместные мероприятия, праздники и являемся друзьями наших подшерстных. После небольшой экскурсии по детскому дому Кирилл Алтухов отметил, что уже этой весной здесь появится спортивная площадка и будут радиоофицированы помещения. Так что ребята, как и актеры театра, при необходимости смогут общаться, не выходя из комнаты, а администрация детского дома делать объявления. Андрей Голдарев, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта».